МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вирусный бум. В Абруйске зафиксированы очередные случаи кори. Категория риска – это 10 до 5 лет. О чём напоминают медики. Бунт стихии на Володарского чудом спасли дом. Не перегружайте электрическую сеть. Что случилось? Подсветка безопасности. В городе на светофорах начали устанавливать светодиодные ленты. Внимание, реакция водителей повысится, а количество ДТП уменьшится. Как работает ноу-хау. А также совместные проекты, гражданский долг и оперативная обстановка. В МВД подвели итоги служебной деятельности. Чем можно гордиться? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Традиционно зимой наблюдается рост вирусных заболеваний. К острым респираторным инфекциям присоединилась корь. В группе риска – непривитые. Благодаря своевременному реагированию медиков, ситуация остаётся под контролем. В эпидемиологической обстановке разбиралась Юлия Вернер. Корь – острое вирусное заболевание, которое не щадит ни младшее, ни старшее поколение. И остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире. Распознать нетрудно. Ранняя симптоматика включает в себя лихорадку, кашель и насморк, а также сыпь. Примерно в 40% случаев недуг может проходить с осложнениями. Категория риска – это дети до 5 лет. Иммунный ответ, иммунная система их несовершенна. Она не успела ещё сформироваться. Какие осложнения бывают при коре? Атит, слепота, бронхиты, пневмония, энцефалиты, мнингоцефалиты – это достаточно страшные слова. Особенно для ребёнка до 5 лет. Может быть, взрослый и попробует как-то с этим побороться. Но ребёнку это может стоить жизни. Первый случай кори в Бобруйске зарегистрирован 22 декабря прошлого года. Сейчас ситуация находится под контролем. В основном заражённые – дети и взрослые без укола здоровья. Или люди только с одной прививкой. Вакцинация – единственный верный вариант обезопасить себя и своих близких. После введения одной дозы у 95% привитых формируется долговременная иммунная защита. После второй эффективность достигает почти 100. Корь вообще очень контагиозное заболевание, заразное, очень заразное. То есть, если человек непривитой встретится с заболевшим корью, то он 100% заболеет. Непривитые люди болеют и непривитые дети. Вот у нас в поликлиниках переболело несколько, буквально четверо детей, которые были непривиты изначально. Это те дети, родители которых отказывались от прививок. Чтобы получить достоверную информацию о своем состоянии здоровья, необходимо уточнить свой прививочный статус в территориальной организации здравоохранения. В Бобруйске для профилактики доступны детские вакцины индийского и бельгийского производства. Для взрослых представлена российская. Укол здоровья делается бесплатно. Кроме того, также отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРИ. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена вирусами гриппа и возбудителями негриппостных инфекций. Это аденовирусы, риновирусы, коронавирусы, вирусы парагриппа. Единственным научно обоснованным и эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. За период с 2000 по 2021 благодаря активизации мер по иммунизации удалось предотвратить 56 миллионов случаев смерти. Такие цифры – очередное доказательство положительного влияния вакцинации. Чтобы избежать непоправимых последствий, следует уже сегодня позаботиться о своем здоровье. Юлия Вернер, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Неспокойный вечер. В Бобруйске горел дом на Володарского. Тревожный звонок на пульт МЧС поступил 6 февраля. Спасатели тут же выехали на место. К моменту прибытия хозяйка находилась на улице. В результате пожара повреждено имущество и потолок по всей площади, закопчены стены. Предполагаемая причина – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Пострадавших нет. Соблюдайте правила эксплуатации печного отопления. Не перегружайте электрическую сеть. Следите за исправностью электропроводки. Не курите в квартире, тем более в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Используйте обязательно пепельницу. Следите за тем, чтобы пепельница не переполнялась. И даже затушенные окурки не бросайте с балконов и лоджий. К слову, с начала года в Бобруйске произошло 7 пожаров. Погиб один человек. Спасено 11. В области ликвидировали 83 возгорания. 17 жизней унесено стихией, в том числе один ребенок. По стране установлено 648 ЧП. Индустриальный парк, профессиональная подготовка и лекарственные препараты. Минздрав утвердил правила получения медикаментов за счет бюджета. Какие заболевания в списке? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Выборы не только права, но и гражданский долг. К 9 февраля в Беларуси стартовала информационно-просветительская акция «Зачетный разговор». В течение двух недель диалоговые площадки будут проходить по всей стране. Встречи организованы с молодыми людьми, которые 25 февраля впервые примут участие в голосовании. Гражданская позиция многих еще формируется. И важно, чтобы все происходящие процессы они воспринимали объективно. Промышленная кооперация и инвестиционное сотрудничество. Беларусь и Башкортостан обсуждают новые совместные проекты. От строительства заводов до новейших разработок по беспилотникам. Сейчас «Синеокой» с визитом делегация российского региона. В ее составе более 50 компаний. От энергетики и сельского хозяйства до промышленности и стройотрасли. Форум даст новый толчок отношениям Минска и Уфы. Переговоры делового сообщества пройдут в формате B2B. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» насчитывает 127 резидентов. Приоритетные направления – машиностроение, электроника и телекоммуникация, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных. Компаниям из 14 стран мира предоставлена уникальная площадка с доступом к готовой производственной, инженерно-транспортной, таможенной и социально-административной инфраструктуре. Значительными налоговыми профиленциями, а также особой системой обслуживания бизнеса. В МВД провели итоги служебной деятельности. Оперативная обстановка в стране остается стабильной и контролируемой. Снижается количество тяжких и особо тяжких преступлений. В ведомстве уделяется внимание профессиональной подготовке сотрудников. Акцент на профилактике. Дана оценка работы создана в прошлом году спецподразделением внутренних войск для оперативного реагирования на вызовы и угрозы, в том числе при граниче. Минздрав утвердил правила получения медикаментов за счет бюджета, если они не значатся в формуляре лекарственных средств. В списке 83 заболевания. Среди них гепатит В и С, рассеянный склероз, эпилепсия, церебральный паралич, астма, язва желудка и 12-перстной кишки. Есть также редкие, но есть ряд условий. Главное доказать неэффективность или непереносимость выписанного препарата из реестра. Это должна подтвердить врачебная комиссия. Полезное ноу-хау. В Бобруйске по инициативе ГАИ на светофорах начали появляться светодиодные ленты. Инновационная система дублирует все цвета электронного регулировщика. Срабатывает синхронно с основным сигналом светофора. Дополнительная подсветка предназначена для повышения безопасности. Такая новинка на улицах города будет приковывать внимание участников дорожного движения даже при ограниченной видимости и плохой погоде. Лет-ленты уже появились на Минской проспекте строителей Гоголя. Благодаря установленным дублирующим сигналы светофора лентам, внимание реакция водителей повысится, а количество ДТП уменьшится. Призываем водителей быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать правила проезда перекрестков и не нарушать требования сигналов светофоров. Вот эта полоска светодиодная и насколько далеко это все видно, насколько водителю это удобно. Это очень хорошая идея. Видно сдалека, особенно в темное время суток и во время дождя, когда блик идет. Очень удобно, сдалека заметно, ярко. На безопасность это влияет однозначно. Всего закуплено 40 повторителей сигналов светофора. Светодиодные ленты будут установлены на 10 объектах. В планах завершить работы по монтажу к концу февраля. С творчеством по жизни отборочный тур фестиваля «Не стареет душой ветераны» прошел в Бобруйске. В отборочных просмотрах приняли участие коллективы и индивидуальные исполнители из города, а также Бобруйского, Глузского, Кировского, Клического районов. Конкурсанты состязались в девяти номинациях. Хоровое, сольное пение, вокальный ансамбль, художественное слово и других. Дворец искусств стал площадкой для почти 500 артистов. В данном фестивале мы выявляем новых участников, новых солистов, новых наших артистов художественной самодеятельности. Ну и второе, что, конечно же, как любому артисту, то ли это профессиональному, то ли это самодеятельному, и особенно, наверное, самодеятельному, нужна любая сцена, аудитория. И сегодня они показывают на аудиторию свое творчество, на комиссию, на экспертов, которые их отбирают. Лучшие представят свое творчество на фестивале, который пройдет в Могилеве. После участников ожидают республиканский отбор, благодаря которому они продемонстрируют свой талант на итоговом галоконцерте в Минске. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!